Рабочий день управляющий магазином по продаже товаров здорового питания Андрей Долгов начинает с уборки. Тщательно протирает поверхности, до которых дотрагивается сам и покупатели. Также соблюдает и масочный режим. Я и сам в маске, и прошу покупателей, кто без маски, также прошу надеть маску в любом случае. Особые предписания Роспотребнадзора обязаны соблюдать все торговые центры города. На входе для посетителей должны быть санитайзеры, маски и перчатки, а также объявления, призывающие ими воспользоваться. И, конечно, специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, как в этом торговом центре. Кроме того, должна регулярно проводиться уборка и обработка поверхностей специальными средствами. Ежечасно проводится оповещение о необходимости соблюдения требований, напоминание о том, что такие мероприятия здесь проводятся. В первую очередь, конечно, это связано с покупателями, которым мы настоятельно рекомендуем пользоваться все средства гигиены ради сохранения и своего здоровья, и здоровья окружающих. Из-за роста заболеваемости гриппом, пневмонией и ОРВИ с 14 сентября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, соблюдение всех санитарно-эпидемических мер является обязательным в общественных местах, включая общественный транспорт. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для предпринимателей сумма штрафов еще выше. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Субтитры создавал DimaTorzok